Шалом! В программе под названием «Обольщение харизмой» речь шла о людях, о которых Ишуа описывает следующим образом. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Несколькими стихами раньше говорится также о лжепророках. «Остерегайтесь ложных пророков, они приходят к вам в одежде овец, но под нею прячутся голодные волки». Суть по всему, это две разных категории людей. Лжепророки сознательно маскируются под овец, поскольку их цель так или иначе поживиться настоящими овцами. Однако, делающие беззаконие, как их называет Ишуа, они не играют в эти игры, ни в какие игры с Господом они не играют, они искренне убеждены в том, что служат ему. Они крайне удивлены тем, что не могут войти в его царство и пытаются доказать ему, что уж кто-кто, а они-то от его имени проповедовавшие, его именем изгонявшие бесов и его же именем сотворившие даже не просто чудеса, а много чудес, уж они-то, конечно же, принадлежат ему. Подобный неприятный сюрприз также ожидает людей, которых Ишуа в одной из своих притч уподобляет козлам. Слышав, что поезд ушел, они спрашивают, «Господи, когда мы видели тебя нагим или больным и не послужили тебе». Очевидно, они считают Ишуа Господом, раз они так его называют, а себя, соответственно, верующими в него. Они не против послужить Господу, они лишь не видят, когда же они не послужили. То есть желание-то служить у них есть. И вот точно так же харизматические товарищи, они не просто хотят служить, они служат, да еще и как служат, на полную катушку. Поэтому мое рабочее название для них в этой программе «Харизматические козлы». Их служение в дарах духа, в харизмах. И оно благословляет людей это служение. Люди благодаря этому служению получают исцеление, освобождение от власти бесовских сил. Они слышат слово Божье в той или иной форме. Однако сами эти служители, как ни парадоксально, при этом все-таки, в конце концов, идут в ад. Проблема их в языческом отношении к Богу. В то время как волки используют овец, козлы используют... Видите, у нас тут с вами целый зоопарк. Волки, овцы, козлы. В общем, волки используют овец. Они рядятся под овец для того, чтобы покушать овец. А козлы используют самого Бога. Они используют его дары. И язычество их заключается в том, что Бог их интересует лишь постольку поскольку. Он не интересует их сам по себе, как личность. Он им интересен, потому что он что-то может для них сделать. Поэтому сегодня я хотел бы, прежде всего, довести до конца вот эту мысль. Первый мой вопрос, я задаю его и самому себе, и вам. Чем именно, или чем в первую очередь, привлекателен для нас с вами Господь Бог? Хочу ли я, спрашиваю я сам себя, хочу ли я просто быть с ним, не думая о том, что мне с этого будет? Если хочу, то почему? Читая Танах, мы видим, что Бог творит для народа Израиля потрясающие чудеса, избавление, прежде всего, конечно, в Египте, десять казней, последовавший за ними исход, переход через Красное море, странствие по пустыне, сопровождавшиеся чудесами. Все это описано в Таре и многократно повторяется в исторических книгах, в пророческих и в псалмах. И мы славим Господа Бога за его великие дела, за его великую силу. Конечно же, он избавитель, искупитель, спаситель, он великий воин, он муж брани, который вступает за свой народ. Все это замечательно, с одной стороны. С другой стороны, если мы остановимся на этом, то, скорее всего, у нас сформируется очень прагматичный подход к Богу, который мы видим, ну вот, скажем, у царя Давида. Возьмем, к примеру, 26-й псалом. Один из часто цитируемых стихов, 4-й. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его». Проповедники очень любят этот стих, чтобы изображать Давида вот таким бессребреником. То есть, вот, дескать, настоящий человек Божий, ничего ему не надо было, кроме Господа, с Господом ему хорошо и все. Это единственное, что его интересует – быть в Божьем присутствии. Проповедь замечательная. Однако, следующий же стих этого псалма начинается со слова «ибо», то есть «потому что», которое объясняет мотив Давида. «Ибо он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня». Вот вам настоящая причина, настоящий мотив желания Давида посещать храм. И прелесть здесь в том, что эта причина, этот мотив, он высказан прямым текстом, безо всякого стыда, причем не только в этом псалме, а и во многих других. То есть, отсюда мы делаем с вами вывод, что, конечно же, Бог совсем не против того, чтобы мы, так сказать, пользовались им его благами, защитой и помощью. Совсем наоборот даже. Он за то, чтобы мы пользовались всем этим. Потому что, если мы не к нему упадем, за всем этим, то к кому? Ну, естественно, к идолам, а этого делать ни в коем случае не нужно. Но вопрос в том, что мы будем делать, если Бог не вмешается в нашу ситуацию, если Он не сотворит чудо и не избавит нас. Во всяком случае, не тогда, и не от того, и не так, как мы этого ожидаем. Именно на этом месте наш народ и приткнулся. И приткается до сих пор, глядя на жизнь и смерть Мессии Ешуа. Одно из стандартных возражений против его мессианства – это то, что он не принес народу Израиля искупление, избавление. Мы, как были под властью Рима, так и остались. Более того, через 40 лет после его казни все стало намного хуже. Римляне разрушили наш храм, жестоко подавили наши восстания. Потом еще 60 лет спустя не менее жестоко подавили следующее восстание под предводительством Бар-Кохбы. Запретили евреям селиться в Иудее, поменяли название Иерусалима, сравняли его с землей. Не говоря уже дальше о вековой христианской ненависти и гонениях против нашего народа. В общем, Ешуа, одним словом, принес нашему народу не искупление, а только беды. Так звучит один из стандартных аргументов против его мессианства. Когда он висел на кресте, что говорили люди, смотревшие на него? Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старичными фарисеями насмехались и говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он не угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын». Народу нужен был воин, избавитель, а не чудотворец, в конце концов, сам ставший беспомощной жертвой заговора и предательства. То есть, это не мессия, рассуждали они. А если мессия, так пусть сейчас, прямо сейчас, вот в эту секунду покажет нам чудо, как Моше показал нашему народу чудеса в Египте. Вот тогда мы в него поверим. Интересно, что Евангелие все-таки упоминают одного человека, причем всего одного, который, глядя на распятого, Ешуа, признал в нем праведника, несмотря на его кажущееся поражение и полный провал его миссии. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои придаю дух мой». И, сказав это, испустил дух. Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно, человек этот был праведник». Поразительно, что это был не еврей, а римлянин. Распятый Ешуа был совершенно бессилен. И наша элита была абсолютно права. В тот момент он не мог спасти себя, потому что это означало бы предать замысел Божий о нас, о всех. Но в этом бессилии и страдании он оставался совершенным праведником. И вывод отсюда очень важный. «Бог не всегда там, где сила, но всегда там, где правда, истина, святость и любовь». Только по этим признакам мы можем узнать Бога безошибочно, а не по сверхъестественным проявлениям Его силы или знаниям. Это первое и самое важное, что я хотел сегодня сказать. Второе. О чудесах. Чудеса — это палка о двух концах. В каком же смысле? С одной стороны, Ешуа творил много чудес. И благодаря этому многие люди не только исцелились или освободились от бесов, но и уверовали в Него как в Мессию. С другой стороны, Он явно предпочитал, чтобы люди верили в Него не из-за чудес, а из-за Его учения. Это очень видно хорошо из одного эпизода, который описан евангелистом Йохананом Иоанном в 4 главе Его Евангелия. Ешуа приходит человек и просит его прийти и исцелить больного сына. Обычно Ешуа в таких случаях просто вставал и шел к больному. Так и в этот раз он говорит, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Почему такой, как может показаться, холодный и безучастный ответ? Мне кажется, вот почему. Если человек уверовал благодаря чудесам и знамениям, то есть большой шанс, что чудеса и знамения станут основой его веры. И тогда он в дальнейшем будет зависим от них, если так можно выразиться, подсядет на них, как садятся на наркотик. Но однажды в жизни каждого из нас будет момент креста, момент, когда Бог будет молчать, когда мы не сможем ощутить даже слабого намека на его любовь, присутствие и помощь. Ощущения сойдут на ноль. Когда нам нужно будет просто самостоятельно принимать решения, которые будут нам чего-то стоить и, может быть, даже стоить дорого. Поэтому рано или поздно нам нужно будет, так сказать, слезть с этой иглы и научиться жить не чудесами, не харизмами и не мурашками, а исключительно словом, исходящим из уст Господа. «Наша вера должна утверждаться на силе Божьей», — пишет Раф Шауль. «Но сила Божья в его понимании — это весть о распятом мессии Иешуа, которую он проповедовал как иудеям, искавшим чудес, так и эллинам, искавшим мудрости». Обратная сторона той же самой медали — это ложные чудеса. Иешуа сказал, что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить Евы, если возможно, и избранных. Если мы будем мыслить по схеме «где чудо, там и Бог», то мы рано или поздно обязательно попадемся в ловушку обольщения. И в этой связи очень полезно запомнить еще один стих из 4 Евангелия. «Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинным». В Евангелии от Марка говорится не о том, что верующие будут следовать за знамениями, а что наоборот знамения будут следовать за верующими. И последнее. Трагедия харизматических козлов в том, что они принимают действия даров духа за признак собственной святости, то есть отделенности для Бога и принадлежности ему. Однако это большое заблуждение. Достаточно вспомнить хотя бы двух печально известных персонажей Беляма, в русском переводе Валама, и Иуду, Иуду-Искариотам. Белям пророчествовал, когда Бог не оставил ему выбора, и пророчествовал очень правильно. Более того, он выдал не какое-нибудь там второразрядное пророчество, он пророчествовал о грядущем мессии, он дал мессианское пророчество. Однако кончил он, как известно, очень плохо. То же самое с Иудой. Он не просто кончил плохо, тут вопрос не в конце, а вопрос в том, как они вошли в историю, как люди, которые Бога не знали. То же самое Иуда. Он был одним из тех, кого Ешуа, одним из тех двенадцати, которых Ешуа посылал по городам и весям проповедовать благую весть, исцелять больных и воскрешать мертвых. И у него это получалось не хуже всех других одиннадцати, несмотря на то, что он воровал деньги. У Ешуа была еще одна группа учеников, которых он посылал с тем же заданием, которые вернулись к нему в полном восторге от того, что у них получается изгонять бесов. Ешуа сказала, Духовная власть, которую я дал вам, не имеет к вам самим никакого отношения. Вы были и остаетесь грешными людьми, нуждающимися в спасении. Не впадайте в эйфорию, не теряйте трезвого отношения к себе. Служите людям, изгоняйте всех бесов, которых только сможете изгнать, но при этом продолжайте совершать свое спасение со страхом и трепетом. Иначе вы сами окажетесь за бортом. Учитывая, что с одной стороны во всем Новом Завете есть лишь одно послание, первое послание Каримской общины, где пару глав посвящено дарам Духа, и с другой стороны огромная масса текстов, призывающих нас к жизни в праведности, истине, святости, вере и любви Мессии, мне кажется, что мой вольный парафраз этих слов Ешуа не искажает их смысл. Спасибо. Шалом.